Сейчас, когда на улице мороз, нужно выполнять правила, чтобы не замерзнуть и не получить обморожение. Во-первых, необходимо снять все серьги и кольца. Металл остывает быстрее, чем тело и может примерзнуть к коже. Во-вторых, одежда должна быть многослойной, потому что воздух сохраняет тепло. Также не стоит забывать про то, что нужно одевать шапку, шар и варежки. Вот, наружный слой должен достаточно быть плотный. Вот, внутри так, чтобы отводило тепло, и внутри, естественно, какая-то набивка. Можно быть, или тушен желательно, чтобы загорался. Туристы, конечно, одеваются тепло, но если одеться так, как я, шансов замерзнуть тоже мало. Существует такое мнение, что если замерз, нужно растираться снегом. Но это заблуждение. Главное помнить, нельзя стоять на ветру, ветер – это главная причина обморожения. И нужно меньше дышать ртом и меньше разговаривать. Все, замолкаю. Придя домой, ну, можно обнаружить некоторые признаки отморожения, будем говорить, первой степени, когда просто имеется побледнение конечностей, когда они становятся сизыми, когда идет покалывание пальчиков. Ну, вот это самые первые признаки отморожения. Дальше, дальше все уже серьезнее. Если появляются волдыри, это уже гораздо более серьезно, то есть практически вымерзли поверхностные слои. Если вы провели много времени на холоде и считаете, что получили обморожение, лучше обратиться к врачу. Если же вы замерзли немного, то стоит зайти и погреться в теплое помещение. Совет не только от врачей, но и от народа согреваться чаем. А самый лучший способ уберечь себя от обморожения – остаться дома. Людмила Кузнецова, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова